Сегодня еще и Международный день электронной книги. Отмечается каждый год по инициативе Овердрайв. Американской компанией, занимающейся цифровой дистрибуцией электронных книг, аудиокниг, музыки и видео. Овердрайв запустили Международный день электронной книги в 2014 году, чтобы популяризировать чтение книг с электронных устройств. Вот так, Лара. Я знаю, что ты не любишь электронные книги, ты больше предпочитаешь нюхать. Да, конечно. Тактильность. Понимаешь, вот так сделаешь. Ты зачем плюешься здесь в прямом эфире? Я не плююсь, я показываю, как это происходит. Да? Понятно. Вот в этом же кайф, в тактильности, а не вот в этом вот. Знаешь, чем классная электронная книга? Когда ты летишь, например, и у тебя есть только билет на, как это называется, чемодан маленький, скажи мне, ручная кладь. Да. С ручной кладью, конечно, ты не возьмешь 10 книг с собой. Зачем тебе 10 книг в самолете? А потому что я всегда... Самый длительный перелет максимум занимает 12 часов. Дело не в перелете, а дело, когда ты летишь. Вот у меня такое настроение всегда, когда я куда-то улетаю, я всегда с собой беру несколько книг с собой. И несколько ежедневников, представляешь? Поэтому если электронная книга, это было бы хорошо. А пиши прям в книге между строк. Что ты? Зачем тебе ежедневник? Не знаю, мне надо все, много всего, и муж мой просто в шоке, когда мы куда-то летим, потому что у меня целая сумка, правда, я не шучу, целую сумку я беру, в которой я кладу свои 5 книг примерно. Зачем? Не знаю. Все. Все. Вот так поговорили. Хорошо. Ну, далее у нас сюжет. Сюжет на какую тему, Лариса? Сюжет как раз-таки про электронную книгу. Про электронную книгу. Ну, посмотрим сюжет про электронную книгу. Я-то знала, я думал, Лариса может быть забыла. Может быть, ты изменишь свое мнение к этому? Нет, я все-таки за тактильность. Далее сюжет. Ежегодно 18 сентября отмечается День электронной книги. Это международный праздник, популярный и в нашей стране. Впервые праздник провели в 2014 году, чтобы привлечь внимание читателей. Ведь электронные книги так упрощают жизнь. И все должны об этом знать. В любом месте в любое время можно насладиться любимой историей или погрузиться в свежую новинку. Не нужно больше переживать, если забыл взять книгу в долгую дорогу. Все теперь всегда под рукой в гаджете. Самое очевидное преимущество для меня – это размер. И ценность этого размера в том, что в любую поездку, в любое место я могу взять с собой. Вы можете туда загрызть огромное количество книг. И, например, когда вы едете в отпуск, раньше, я помню, была такая проблема – брать, не брать книжку. Буду я читать, сколько книжек я прочитаю. А если мне не понравится та книга, которую я взяла. Сейчас все, что мне нужно взять, вот этот маленький девайс, как я уже говорила, даже могу его с собой просто в рюкзак кинуть и в течение дня с собой таскать. Как же проходит этот день? Помимо всевозможных акций и книжных фестивалей, организаторы призывают в этот день оставить бумажную книгу и посвятить день чтению на любом электронном носителе. Очень часто от людей, которые читают много книг, слышу о том, что «Ну, электронные книги – это не то, это не тот эффект, не то ощущение». Я тоже когда-то так думала, но я поняла, что все это на самом деле ерунда, это какие-то отговорки и страдания нашего ума, который просто не хочет пробовать что-то новое. Потому что привыкнув к формату электронных книг, проникнувшись всеми плюсами, которые он тебе дает, невозможно себе представить жизнь без него. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова